Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Если не разберешься, пиши в ВК Объясню, как это сделать Ну, я думаю, изи разобраться Так, ну ладно, поехали Смотрим мы пистолетный раунд Тут приятные сообщения пишут, спасибо огромное Сейчас, секундочку Все, погнали Погнали на пистолетку Уже одного потеряли При заходе на точку А Второго теряют за трактором Все это делают в фэнтези гейминге Я открою небольшой инсайд Там уже машина началась В перерыве между картами Как бы запрашивают скрины Фэнтези гейминг своих соперников Но противостояние целиковое Поэтому только лишь после игры Ну и ретейк Посмотрим на ретейка Майзинг Пикс Пока, в принципе, удается Последний у нас за квадом И ЦМИ Обруливает его справа А слева еще ХЕ-шка застанела Ну, короче, беда печали Влево было не дернуться Надо было выходить вправо стреляться Но застанили Ничего он не понял Будет диффузиться бомба Первый раунд в пользу Амазинг Пикс Так, все, погнали Отписал все, что нужно было Терраунд Довольно-таки уверенный, кстати Девайсы берут То есть 4 Fumasai, 1 P90 Ни одной, ни какой там MP9 себе не позволили Я не знаю Ни дробовика нет Ни на 5.7 никто не остался В общем, абсолютно ничего То есть очень четко Очень четко проводят второй раунд Не то чтобы в надежде А в опасках Опасаясь того, что Будет какой-то форс И будет какая-то комбина От фэнтези гейминг Имею я ввиду Амазинг Пикс Ну, комбины В общем, смотрите Они боятся друг друга Одни закупились Ну, максимально тяжелыми девайсами Которыми позволила экономика А вторые Думают, что Будет какая-то расхлябанность От Амазинг Пикс И Они будут Грать агрессивно Поджимать Занимать Пытаться занять половину карты Терров Но этого абсолютно не происходит Навстречу Фамас Одному Голову второго Наспрейл Да Ну и, конечно, засада На точке Б Здесь абсолютно ничего не сделаешь С П-250 Несмотря ни на что Еще и П-90 В общем, если Фамасы бы не справились То, я думаю, добил бы Какой-то дамаг присутствовал Атака прекрасно понимает Что против них происходит То есть Абсолютно дисциплинированный Второй раунд Не знаю Не знаю, не знаю, не знаю Но это еще хорошо На самом деле Что просто не скупились До конца Фэнтези Гейминг То есть Там были отстрелы В первом раунде И Была поставленная бомба То есть, в принципе Они могли бы Позволить себе Взять даже Какие-то фармганы Типа УМПшки Взять даже Второй армор И сыграть Фулл форс раунд Ну или взять Теки, раскиды И Полный армор Тяжелый Но Слава богу Как бы, да Может быть, знали Что так будут Такое делать Может быть, просто угадали Просто взяли П-250 Потому что, если бы сейчас Делали форсы Проиграли Вот этого девайсного раунда Мы бы уже с вами Не увидели Но Как бы Ура, ура, ура Чуйки Ладно, смотрим мы дальше Не добавь Точнее, бай Не у всех Глоке С первым армором Шокет Разошлись как-то Во мнениях На самом деле Хиджи Муха Но Видели мы с нее Что он жестко закрывает Тут, в принципе, понятен Этот девайс И Савика Неплохо стреляет Да, вообще Всего неплохо стреляет Раскрытие Раскрытие точки А С НБК отлично открывается Стейк Минус 2 Минус 3 от него Ни одной головы Тем не менее Попадания в голову Все-таки были Потом Одна пулька в голову И доводится Как будто с калаша Стреляет Доводится вниз Хорош Спрейдаун Точнее, хороших 3 спрейдауна Ну и атака Все Атака остановилась Точка Точка пока не встревается Сапсан Сапсан Последний против двоих Причем с ним выходит Дуэлиц Стейк Я так понимаю Вот теперь откидывает Все, что у него было Две флешки и хаешку Ну и в принципе Бомба под контролем У команды Майзинг Пикс Особо никуда идти не надо Позиция оппонента Спалена Ему здесь просто Две головы поставить Если будут агрессировать Агрессируют практически Синхронно И такой перевод Сделать Ну вряд ли Живой человек сможет Живой непрофессиональный Кейсер сможет Этого и не произошло Майзинг Пикс Четко берут Девайсный раунд Своих оппонентов И Сколько же они потеряли Народа Троих потеряли Ну не совсем Все хорошо Но в принципе Если этот раунд Еще будут брать То укрепят экономику Тем более Что у Фэнтези гейминг Пистолет И надежда на то Что будет вскрываться Максимально быстро Точка Б Но встанет как бы Два дегла И кладется перед ними Дым Ну да Спрей вслепую Неплохо Носик Хаешечка еще залетает С пистолета Дорабатывает дымы А вот это как бы Вот это как бы Лол Вот это как бы Надо будет посмотреть Ну вообще нормально Стрелял из писта Из калаша Просто стрелял в дым По топоту Чувака Тиммейта его Который зашел за Б1 Потом за Б3 В пленте То есть он прекрасно понимал Что у него за стенкой Есть топающий народ То есть начался Спрей даун в дым Двоих он с него похоронил По моему Даже флэш он не отпускал А вот потом с пистолета Двоих конечно отстрелил Так Жестоко Жестоко Что ты пристал Фокс Джи Джи Фокс Джи Фокс Джи Фокс Не надо меня Теребанить По поводу своих деглов Отдам я тебе их Не волнуйся Даже если ты Вообще Ни хрена не понимаешь Как чего сделать Найди в ВК меня Это не так сложно Все ссылки под этим Напиши Объясню как личное сообщение Отвечи отправить Если отправил То молодец Потом посмотрю Потом отправлю Никакие девайсы Не будут потеряны Никакие девайсы Не будут забыты Не бойтесь Все будет хорошо Тем временем у нас Очередной Полноценный Байот Фэнтези Гейминг Автодиректор Как всегда Показывает Не развитие события Легкий бриз Под точкой Б Сапсан Здесь пытается Выцелить Ну и Бомба пока В полупозиции Бомба пока Ожидает дальнейшего Развития события Есть контакт У нас С Квики Насколько я понимаю Там чувак на НБК Стоит Ну и Здесь многое зависит От Сапсана На самом деле Если он сейчас Убивает Или проходит Да Вылет Дисконнектед Все бы было плохо Если бы еще и не вылет Ну вот Беда Печаль какая-то Фэнтези Гейминг Благо еще Хотя бы вылетел Погибший человек Ну а навик И коллаж В принципе можно Разруливать этот раунд Несутся вместе с бомбой По точку А Тайминговые флешечки Дым не раскрылся Но Чувак выходит за трактор Это была его ошибка Ну и только лишь авик Подчищает Будет постановка бомба И Клач 1 в 2 Против АВП Жарят Жарят без специй Без масла Ну возьми АВП Ну все нормально Российский Вот это надо было попадать И теперь его с двух сторон Пытаются Грессировать первого Забирает еще один молотов Хаешка Ну Ужас 5-0 станет счет Пауза прожимается и он пауза сразу просто вот нас турнир находится такой стадии когда участвуют команды ну либо совсем незнакомые до либо команды которым там мы видели это 3 фаскап то есть кого-то видим третий раз точнее кого-то третий раз не видимо допустим он прав на всем абсолютно участие к чему это веду к тому что интереснее все-таки смотреть команды с история они каждый раз новые тут ну мне честно абсолютно непонятно что в головах у людей то есть если какая-то у коллектива будет история они будут оставаться на нашем турнире я буду только рад мы платим призовые участвуйте на наших турнирах все как бы честно к чему я это говорил не знаю ну да ладно бог с ним чувак пишет окрошка распишись стима слушая такие сообщения воспринимаю как троллинг вот честно я вообще как бы не особо или совсем не звезда чтобы расписываться всем есть это действительно надо ну напиши в к вообще мне кажется что ты меня троллишь никогда это не делал конечно распишется о пачке опять-таки муха сработала опять-таки от хиджи хиджи кстати уже сегодня я не знаю смотрят там админы не смотрят я два их два хайлайта сегодня нашел один от хиджи из них был как раз таки пистолетка на оверпассе на предыдущей карте я забыл возможно тоже что-то было лс прочти написал проиграть все хорошо прочту сейчас некогда как видишь так ну и первый шанс для атаки все-таки подняться со счета 51 как делали с ними камбэк амазинг пикс на предыдущей карте здесь нужно тоже со сложной ситуации выпутываться из сложной стороны и со сложного счета в дебюте там правда было 7 0 здесь чуть полегче тем более что кэш немножечко больше сбалансированная карта ну как по мне хотя колеблется процентное соотношение разницы ну этих двух атак там я не знаю если кэш по мне так вообще сейчас последнее время играют команды 50 на 50 мираж наверное там 55 на 45 что-то в этом роде ну на кэше в общем как пойдет как пойдет то есть может зайти атака может абсолютно не зайти здесь скорее всего скорее всего уже в этом раунде зайдет ну и главная задача сейчас так и смотрим на их деньги ну главная задача не умереть не потерять девайс потому что на следующий пик нет бомбы это по 3 500 и те кто сейчас потеряет девайса им придется либо галилы либо дроп просить благо разменялись 21 закрыли всех контров и беру для себя первый раунд потеряв двоих кэш смотрели по 500 ну кэш смотрели по 500 потому что как смотрели по 2000 на обычных турнирах потому что там реклама и много народа на сайте здесь как бы посмотрите всем есть такие турниры там всякие студии infinity gaming который комментирует намного более успешные и знаменитой команды без лонжа до лонж подтягивает зрителей и у них там постов всего зрителей хотя реклама там во всех пабликах там всякий binary dragons дерзкий фанат рока все там вот эти вот паблики стримеров игроков и там всего 100 человек это вот к слову допустим там женские шоу манч был 130 человек держалась у нас как бы абсолютно такой рекламы нет у нас здесь вот там 50-40 человек собирается я думаю что это неплохо на самом деле потом все будем развиваться будем куда-то кидать рекламу будет побольше народа но опять-таки движок зрители это лонж приставок я все прекрасно понимаю смотреть не так интересно как с ними поэтому вопрос спорный тем временем девайс на раунд у нас подходит к своему концу прошу прощения зову в топ но животрепещущий вопрос у меня был шоке последний и ситуация такова что денег на следующую атаки не будет всегда плохо берешь один тут надо было хотя бы два закрывать свою пользу фэнтези гейминг возможно бы они повторили возможно мы они повторили судьбу своих оппонентов на предыдущей карте но один взяли один отдали печаль беда экономика надо принимать это жесткое решение потому что есть 4 300 есть для 700 и и все на этом но отталкиваться глупо от какого-то девайса было бы скорее всего это про дроп по 250 или дегла и или тека и все на этом закончится позволяет себе один тяжелый армор под тег причем где-то эспир у нас желает быть танком нет не желает он быть танком просто-напросто стоит в мэй ну не знаю вот по девайсам и по броне покуплены можно расставлять эти самые позиции здесь примерно понятно что эспир должен делать он должен жить он должен врываться в точку а и протянуть за собой тиммейтов ну судя по тому где он сейчас стоит но я абсолютно не понимаю что его тиммейты не подходят к нему то есть можно было расставиться следующим образом эспер опускает он бежит до нбк а добегает и борется с красным ничем со сквадом за ним стоит вплотную дигл и борется с машиной ибо у них нет смоков ну а остальные уже как пойдет но здесь как бы происходит ситуация когда все-таки эспир заскакивает дальше диглов не следует только лишь один размен его хоронят сапсан санбеке его так и не выкурали решил трактор обрулить под свой же смачок ну вот как бы все сделали нормально но раунд не взяли опачь опачь минут хмп шачки братишка ссоре мисклик ну что 7-1 на дигле у нас за отсутствием денег остается из май или все-таки копит кстати закрыли нет никак нет у него денег не было трон не меня в общем что я могу сказать команде фэнтези гейминг если у них все получается то выглядят они довольно таки симпатично вот как только их начинают немножечко щипать его во первых это отдача раундов причем такими жесткими стриками своим оппонентам у вторых они еще и начали мошнить между картами чего абсолютно не стоит делать то есть ты играешь полноценный b3 отыгрывать так как ты можешь абсолютно не думаешь о том играют против тебя читы не во время игры не в паузами не в паузах между сменными сторон не в паузах между картами просто от себя играешь как может твоя команда собираешь все свои морально-волевые силы и пытаешься выиграть деньги да и призы там место уважения а вот когда уже заканчивается игра когда ты садишься анализируешь что же на этой карте произошло почему не получилось если у тебя первая мысль возникает что у тебя не получилось потому что против тебя играли 4 выпадай протест этим абсолютно вот отличаются профессионалов не просты но фэнтези гейминг отличный овер паз да на изи взяли то есть все хорошо улыбаемся играем дальше никаких претензий нет мы прошли в финал как только их начинают оборачивать они начинают нервничать они начинают подавать протесты у них не получаются абсолютно раунд за полный раскребухи в этих самых раунных показывают но был момент когда собрались когда Видимо, кто-то их подбодрил И этот момент на этой карте под номером 2 Они опять сейчас будут забирать раунд Да, будут забирать раунд Делать счет 7-2 И вот один важный Они уже проиграли Вот этот вот Какой-то был у нас получается 5-6-7 То есть делать они должны были счет 5-2 Но сделали 7-2 В общем, полноценный бай у них У соперников отнюдь И, возможно, сейчас пойдет серия Ну, как бы, бог в помощь, как говорится Когда будет турнир без вноса? Скорее всего, это будут последняя неделя марта Последние два фаскапа И потом большой апрельский турнир Привет, окрошка Здорово Да, после этой карты мы разыгрываем Калашников Красная линия после полевых испытаний По-моему, с четырьмя наклейками Ашеров За репост в группе FF Sirius Найдите В каком слэш FF Sirius Еще можно поучаствовать Так что, как только закончится эта карта Калаш найдет своего хозяина Пока у нас, кстати, все нормально В общем, под пистолеты зашли Но, тем не менее, раунд, скорее всего, этот возьмут Ну, лежит Калашников Ну, возьми ты Калашников Хиджи Я понимаю, что муха твое любимое оружие Ну, блин, оставаться против сотого чувака С этой самой мухой Ну, не знаю Такое себе решение Кстати, два раза он не зумит Ну, вот с третьего попадает в голову Лол, жиж Любой адекватный, нормальный человек Взял бы рядом лежал Калашников Причем красивый Калашников И просто-напросто вклод позиции С ним бы доработал Из-за квада подпустил по шагам Прострелил бы голову Раунд взял Нет, он остался на мухе А если бы он проиграл раунд? Если бы я был капитаном этой команды Я просто бы уничтожил бы его Но, видимо, какие-то нечеловеческие возможности И волшебство за пределами Хогвартса В руках этого человека Когда муха Именно Хиджи Кстати, вот даже не хочется с него переключаться Прошлый розыгрыш какой был? Какая разница, какой был прошлый розыгрыш? Да, вот постят вам Где можно стать участником Самоуверенный пишет Ну, действительно, самоуверенный Ну, просто Блин Counter-Strike Командная игра Я думаю, там просто тиммейты Фэнтези Гейминг Ну, такие Четыре седых чувака Стали после этого раунда Я не знаю Либо лысых чувака Там либо волосы попадали Либо посидели Ну, это потому что это лол Когда Стоит у тебя чувак с мухой Не зумит раз Не зумит два И с третьего закрывает голову Это приятно Но с каких нервов Третий, походу, будут Фэнтези Гейминг Винстрики в своем забирает Последний у нас остался Рибери Тем не менее, как бы у него Клосс-позиция В общем, ну, да Побороться не удалось Сразу его рассекретили За машину Тем более, что он Натопал четвертый Для Фэнтези Гейминг И Хорошая серия Просто прошлая Вина Не помню, что именно Два дегла ты выиграл Напомни Еще одно сообщение Мне пошли, что-то выиграл А то я тоже забуду Ты выиграл Два дегла, короче Каких-то два дегла Я уже не помню Кровавая паутина И заговор Все это с наклейками Вот, блин, жалко отдавать Я так люблю девайси с наклейками Так Тем временем Очередной девайсинг Кстати, раунд Ой, девайсинг Сливной раунд Это Майзинг Пикс Но Во второй раз подряд Как два раунда до этого Возникают проблемки Там, кстати, тот Раунд закончился Как раз-таки Когда Хиджи оставался с Мухой На засевленном девайсе Его пикачли на точку Точнее, ретейк делать Ну, а на этот раз Остался Эспер Эспер против Опять-таки Рибери Как и в предыдущем Похоже, что Рибери Что-то вообще не понял Где бомба А потерялся То ли ему дизинфу дали То ли его тиммейты троллят Он серьезно Он серьезно не слышит Что бомба не на Б? Нет, Трилли Блин, Рибери, боже Что ты творишь? Господи О май гад А киты есть? А китов нет В принципе, никакого смысла Уже не имеет идти Делать ретейк бомбы Потому что Время Время бомбы Скоро подойдет Ко взрыву И он просто-напросто Ну, там ржать Это просто лол Это просто забей Чувак был на меду Никогда не занимайте мид Один в один На перетяжке Займите какой-то из плентов Ну, вот Казался в полупозиции Просто потерялся 7-5 Какой-то ужас у нас У судей происходит В конфе Обсуждают бои Галышом Что вы делаете? Весело Весело-весело Встретим Новый год Два опена Атомайзинг пикс Собираются Они на концовочку Потихонечку Вот И намерены Эта половина Закрывает свою пользу Забирая Восьмой раунд Ну и в общем Вот первая агрессия На самом-то деле После проигранных раундов Приводит к тому, что Две раунды Скорее всего Не будет забирать Но Агрессия в дебюте Ооо Шашлик В мейне Пожарили Сапсана Кстати Сапсан же это птица Сапсан на гриле Да Это птица-хищник Я честно говоря Не знаю Едят Сапсана Или нет Но то, что они Стервятники Так это точно 8-5 Первая половина уходит В пользу Амазинг пикс Фэнтези гейминг Последние два раунда Предпоследние Будут проводить Без девайсов Ну то есть Тут точно 9-5 Дальше посмотрим Сапсан это велик Ну блин Окей Орленок Это тоже велик Да А Марс Это шоколадка А Эппл Это телефон А яблоко Это телефон Да Окей Парикмахерская Ирина Это женщина Так Ну и последний раунд Предпоследний раунд Кстати И у тех И у других Возникают Проблемы При контроле Форс раундов Пистолетных раундов Против них Полностью сливных То есть много народу Теряют Это влага Что последний раунд В первой половине У нас остается Так бы конечно Возникли некоторые Некоторые Не урядятся По деньгам Но тем не менее 9-6 Бай будет у атаки Полноценный бай у дефа И в принципе Можно сказать что Равный раунд Мы увидим по девайсам Которым решится В общем поприятнее будет Чет для фэнтези гейминг На чужом пике Или же все таки 2 к 1 Сыграет Амазинг пикс На своем пике За сильную сторону И будет поприятнее им Велик это нос Оооо Вот это логика пошла Вот это мне нравится Сапсан это велик Велик это нос Нос это Эээ Это кто Как зовут носика Никто не знает Нос это Максим Да допустим Максим это пулемет Пулемет это Еще что то Ну и так можно до бесконечности Продолжать Логическую цепочку Пока у нас Время в эфире не закончится Тем временем пытались Сплитовать точку B Фэнтези гейминг Причем Довольно таки Раннем тайминги В вентиляцию Нос это Эверет Нет Тут же имелось ввиду Эверет Велик Не понимаешь Сам прикол написал Велик это нос Сам не понимаешь Продолжение Логической цепочки Матвей его зовут Матвей 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 Ну не знаю На Матвея мне ничего не приходит Так Интересненько Расставились По фронту атаки В общем На границе своей половины атак Причем бомба на миду в гараже Был контроль Токсика Никто в этот Токсик не выходил Там тайминговая флешечка Прислано Никого нет И сбор атаки Похоже что Похоже что непонятно Куда на самом деле Один в мейне Один идет через шорт Ну и третий Врыв спины На перетяжках Надежда на своих тиммейтов Тиммейт Кстати Не подводят Довольно таки неплохой заход И опять таки Хиджи Мухи Это просто вот Надо мувики писать С этой мухи Как же неприятно С нее получать в голову Ты просто не понимаешь Как тебя убили Ты слышишь выстрел мухи И все И ты лежишь Хотя ты прекрасно понимаешь Что скорее всего Муха должна тебе в тело зайти А ты сотый А ты лежишь мертвый Вот Я не знаю По мне это самые По моему Десячие киллы И атаку все таки Фэнтези гейминг Заканчивают со счетом 9-6 Шестой последний раунд В первой половине Они забирают Ну и смотрим Если берут пистолетку То будет у нас жарко Да я не про то Ноэн Я про то Что никакого Бренда мне не приходит Чтобы называлось Именем Матвей Так Ну и ждем Смене сторон Пошли у нас Боевые рестарты Я напомню Что смотрим С вами вторую И возможно Заключительную Карту финала Третьего фасткапа От Furious Flies Series При поддержке Замечательной Сайпер-улетки CSWin.win Ну и Предоставленные Сегодня на розыгрыш Скины Еще и от рулетки CS CSGO.com Вот И Что я вам хотел сказать еще Что Представляете на раунд Второй половине В общем Фэнтези гейминг В попытке камбэка У нас Довольно неплохо провели Они Первую сторону До этого Первую карту забрали Амазинг Пикс И Первый контакт у нас Случается В сквике Кстати Да Тут Тут Полный разнос Это агрессия Сыграла Не дают поставить бомбу Какие отличные головы От Эдсми Прилетают Боже Сразу же его разменивают Но тем не менее Тиммейты уже были близко Их еще было и четверо Просто хоровод смерти Устроили Своим друзьям Из Амазинг Пикс Фэнтези гейминг Но ХП Дор Спрашивает Рибери Он даже не понял Кто с ним стрелялся Но это просто Просто шикарный был Пистолетный раунд В исполнении Фэнтези гейминга В принципе Я вот все ждал Когда же они соберутся После оверпасса И покажут Еще один такой же Команда со стилем Команда с талантами С умениями Но Мираж абсолютно У них не зашел Да Ну и тут четко Четко надо просто Напросто провести Три раунда Такая же четкая закупка Как и От их оппонентов В первой половине Только что Стоит привыкнуть Что Хиджи берет муху Есть Фамас Два петуха П90 И Эмочка В принципе Опять таки Без фармганов Без фармганов Никаких Юмпишек МП9 Дробошей И от этого И результат раунда Никого не потеряли Раунд взяли 9-8 Еще один Сыграть бомба Напоминаю В первом не было Поставлено В втором не было Поставлено И счастье придет А именно Первый девайс на раунд К Амазинг Пикс Только лишь В девятнадцатом При счете уже 9-9 Ну либо 10-8 Потому что Заход пока что Удавался На первых парах Разменялись Равноценно И опять таки Равноценно И под ногами Валялась только муха Это наверное Решило исход этого раунда Если бы был какой-то П90 То возможно еще Поборолся бы У нас носик Ну а так погиб Смертью храбрых Вентруми Ну неплохой врыв Подпортили нервишки Портили немножечко Экономику Своим оппонентам Амазинг Пикс И сейчас будут на Идти АК-47 Пытаться что-то показывать Так Ну и смотрим Что это за заготовочка В принципе Стандартные смоки Кстати Аджат Мэйн Абсолютно Залез Сминный ящик Тоже заготовочка И должна она по идее Контриться В общем Такая уже банальщина Банальная Ложиться смог Если раньше просто Написто люди уже Привыкли отворачиваться В стенку Смотреть при заходе в мейн То сейчас пришел Новый прогресс Надо Терм Заходя в мейн еще Мало того что Отворачиваться Так еще и Перед этим контролить Над смоком Или просто туда Прив давать Какой-то Или самим При заходе давать Флешку И потом Контрить эту позицию Ну уже не первый раз На самом деле На кэше Я такие чудеса вижу Когда Опен фраг Случается И чувак абсолютно Не понимает Откуда его делать Ну а так Собирается в четвером По точку Б Они поняли В предыдущем раунде Что здесь Не совсем четкий стак стоит Но во-первых Там была муха И П-90 На приеме этой позиции Ну а во-вторых В полупозициях Их поймали Здесь конечно Опорники и столбы Сыграли Очень круто И десятый раунд Фэнтези гейминг Забирают Никого не потеряв На точке Б Очередной сливной Майзинг пикс Что-то Что-то мне подсказывает Что мы еще в час ночи Будем смотреть Даст Второй, третью карту Ну дай бог На самом деле Почему бы и нет Тем более что игра интересная Я думаю Потихонечку будем привыкать И вы к командам Кто Ну я думаю Никто не видел Этой команды И я буду привыкать Потому что с первого раза В общем когда ты Комментируешь игры Там Тир-1, тир-2 коллективов То ты До этого смотришь Их игры Статистику Понимаешь Стилистику игры Каждого игрока Стилистику команды Тебе Как бы есть что рассказать Здесь я абсолютно На морозе Просто увидел В первый раз команды Тем более еще И не про уровни Которые иногда ленятся Иногда стесняются Иногда просто Хрен Забивают На то чтобы Попытаться Свои ленивые жопы Каким-то образом Сподвигнуть К думанью К передвижению Четкому К темплею К раскидам Ну и смотреть на это По большей части Печально Ну я думаю Что будут набирать Потихонечку оборот Кого-то разозлить Сегодняшние проигрыши И предыдущих Кого-то нет Кто-то просто Опустит ручки Скажет Да против нас Чё такие играли Пошли они Ну не знаю Так мало смотрят На the launch Ну На launch Такие игры Не ставят На запись Так Ноэн А знаете Ноэн Он рифмоплётит До сих пор Слово Точнее имя Матвей Зациклил Он любит Своих сыновей Повелитель бровей Куда ж тебя Занесло Чувак Не робей Андрей Не лови Голубей Матвей Ещё мне Водочки Подлей Матвей Не робей Матвей Ещё мне Водочки Подлей Матвей Так Ладно Лёгкая Наркомания У нас Тем временем Счёт 10-10 И Молодцы Девайс На её От тех И от других Ну Собираются По точку Бэд Ну вот Кстати Один раз Не получилось Зайти Второй раз Получилось И будут давить Всё-таки На слабую сторону Есть такие Коллективы Которые Производят Ротацию Либо по позициям В том же В самом стаке Здесь ротации Не происходит То есть Траншея ушла За мишень Ну может быть Ещё и по игрокам Будут ротации Если несколько раз Не сдержат Очень классный Заход Именно с раскидами Умазинг пикс На эту позицию Видно что Не первый день Они играют вместе То есть Два молотовых Чётких Один прогоняет Мишень Второй прогоняет Траншею Ну и Можно диффузить Можно диффузить Ааа Диффузик то нет Сделал фейк Ну во первых У него фамас Против двух калашей А во вторых Не было диффузок В третьих Против практически сотых Он оставался То есть шансов Абсолютно никаких не было Всё таки Амазинг пикс Выходит у нас вперёд Давненько Такого не было И переворачивает Эту игру Вроде как бы Камбэкнули Взяв пистолетный раунд Фэнтези гейминг Вышли на счёт 9-9 Вышли на счёт 10-9 И теперь им придётся Опять Провести один раунд Без девайсов Ну как всегда Я уже привык Я уже привык Что Хиджи Настреливает с этой мухи В общем ему Абсолютно по барабану Какой девайс против него На какой дистанции В какой позиции Он просто с неё фигачит Человек мухобой Михаил рубил дерево И сломал себе лень Что я несу Ну это такие типа Из стендапов Шуточки Или из разминки КВН Так Ну и очередная точка Б Кстати можно подсчитывать Уже И на самом деле Фэнтези гейминг Надо задуматься Причём серьёзно Сейчас будет у них Девайс на очередной И вот Либо у них Два человека мало Либо этим двум людям Нужно сменить позиции Либо Им нужно сменить девайсы Ну короче Что-то делать надо Сейчас посмотрим на деньги Но денег кстати Нет на следующий раунд То есть 1900 По 2400 они получат То есть авика 2750 2400 Ну вот АВП Может себе позволить Купить от СМИ На самом деле С этим авика Можно сыграть в агрессию На точке Б Спрыгнуть с девятки И законтрольить Тиммейт рядом С флешкой Или с хешкой Должен стоять Может быть это поможет И сделав опен Они по крайней мере Соберут инфу Это раз Во-вторых Будет килл 5-4 Ну и чувак СМИ Что-то да поймет Или сыграет агрессивно Пойдет винты халпывать Или стянется под девятку Ну короче Вот с точкой Б Надо решать сейчас Да Ицмай покупает Именно ВП Только у него Хватало на этот девайс И Восьмерочка он у нас Да Сейчас посмотрим Куда пойдет Респы под Б У него нет Муха Вот хиджи Привычно Хиджи у нас Бабабабабабо Хиджи у нас шестерочка Именно хиджи Отправляется на точку Б Со своей мухой Ну тут вообще Море по колено Как пьяному море по колено Так хиджи Море по колено С мухой занимает Абсолютно неадекватную позицию Под пассат Ну сейчас узнают Есть ли кто-то в токсике И только лишь Но на самом деле Этого не понадобилось Потому что Ицмай работает В опене на миду Есть агрессия у нас В сквике И она не работает Разменялись один в один Но мутят Мутят и те и другие Это неплохо Да и кстати Стейк уже готов То есть Не первый раз туда Подсаживаются Господа из фэнтези гейминг Ну не знаю Вскрытие точки А у нас будет Здесь без укрепления И тяжеловато Грилли Биг Биро 18 Жжет Так Ну и заход Кстати балкончик От Сапсана Молодец Человек которого пожарили На гриле По-моему в первой половине Сейчас разошелся И жесткого опорника Сыграл Несмотря на то что Разменяли Все таки Его надамажил Еще и Ваябу Третьего Ну ситуация 2 в 2 Но по хп И серьезно проигрывает Амазинк Пикс Все шансы есть На забор этого ретейка От коллектива Фэнтези гейминг Смотрим за ними Один идет с машины Второй С хайвея Ну и муха Хиджи Боже мне всегда страшно Смотреть на это Ну тут как бы Куда не попадая В пятку даже Он с мухи с этой попадет Поэтому Единственное что может расстраивать Что он будет аймить Именно по голове И не попадать С первого раза Первый заходит трехочковым Второго на изи на ноге Просто один диффузит Второй контролит Ну давайте Разберитесь Кто делает что Опять таки неправильно разобрались Опять таки хиджи Тем не Это голова Боже он даже в лоу хп попадает в голову Это ужас То ли чувак просто родился с мухой То ли он с ней ночует Вместо девушки Вот мне просто интересно Даже познакомиться Что это за чел Какие-то Какие-то плюхи вешает Сколько у него фрагов 20 на 18 Фраг лидер Своего коллектива Причем большинство у него По-моему Именно с этого девайса И сделано Со скаута Я просто играл С одним чуваком У него Ник Шудом Он Постоянно играет С юмпшкой Чем прикольны Такие пацаны Они тебе сейвят экономику Твоему коллективу То есть Во-первых Они фармят ее Во-вторых Они ее сейвят То есть Он и сам не закупается Там юмпшка стоит 1200 Всегда может Продропнуть Аваперу Авик Если раунд выигрывается Авапер Допустим погибает И Ну не сейвит свой девайс Короче разные могут Ситуации Либо вы проигрываете Раунд на следующий И у вас Типа должен быть Не до байтом Типа Всех хватает на калашин И ни у кого Не должно хватать на авик А тут бах И кто-то юмпшку Покупал Или скаут То есть Такие чуваки Вот двух позиций Полезные Во-первых Как стрелки Они убивают С этих девайсов Казалось бы Нелогичных А во-вторых Они еще и Сейвят вашему коллективу Экономику Ну Такое Мои рассуждения Муха липнет К чему Это типа прикол Я вот тебе По логике скажу Ну это просто вопрос Что муха липнет К всему липкому Если ее прилепить Или она прилепится Это логично Это логика Логика чувак Так Ну и смотрим Проход у нас вместе с бомбой Под точку А Будут зажимать Пытаться с двух сторон Чувака со стрельбой А именно ребри Я так понимаю Отправили на дальнюю дистанцию Я видел по пулечке Любитель пострелять Именно с хайвея Ну и дальняя дистанция На него абсолютно не открывается На точке А Кстати у нас Абсолютно никого нет Первая позиция Которая приходит Это машина Ставится бомба На пик этой бомбы Попытается сыграть Шокет и играет Ну бомбу дали поставить Тем не менее Раунд будет забираться Себе экономику Подбустили Ну а оппоненты Получат у кого По 0 по 1400 Ну то есть 2200 То есть денег Абсолютно нет Я так понимаю Что Tactical Pause Берут у нас Amazing Peaks Я придумал новый пик Logic G Ой новый Тег Logic G Да по такой игре хочется Честно говоря Третья карта Насладиться Вот честно Я редко это говорю На финалах Потому что Ну стоешь Говори Тем более в соло Хотелось бы хоть с кем-то Что-то обсудить Там я не знаю Поугарать Но Один быстрее Короче Стоешь и скучно И на финалах Мне уже обычно хочется Давайте там 2-0 16-0 16-0 Или ТП И разойдемся Закончим это Но нет Здесь мне действительно Вот по чесноку Хочется третья карта Еще Еще Миша Нипы против Натиков Играют 16-6 Выиграли Нипы Первая карта Я абсолютно не удивлен А еще скорее всего Нипов задосили Кого-нибудь Походу Эти карты Вот Ну и здесь Просто-напросто Разрыв Фэнтези гейминг Встречают Не до девайс На раунд Нави только начали Тактики менять Начали просыпаться Так ладно Хватит читать чат У нас интересно На самом деле Все происходит в игре Последняя АВП От Рибери И Рибери работает С него остается На дуэль против двоих В принципе Можно эту ситуацию Решать В свою пользу Во-первых Ему надо сейчас Противно оттянуть По таймингу Ушел он не ушел С бомбой Естественно Никто не дернется Щелкает прицелом Это даже с хайвэя Слышно Тут нервирует Своих оппонентов Дверью Во все стороны Ну у него тяжелая ситуация На самом деле Если он будет зумить хайвэй То выйдет дефолт Если он будет зумить дефолт То выйдет О А по другому все стояло Мейн и дефолт И дефолт абсолютно Даже не дернулся На этот пик Хотя мог прошивать В голову Но решил не палить Свою позицию Опять таки у нас На дуэль хиджи Но на этот раз Кстати без мухи И что-то я начинаю Побаиваться за него Похоже что не закупили Абсолютная тишина На карте Естественно Рибери попрется за бомбой Куда же ему деваться 30 секунд до конца раунда Выбирает себе Максимально дальнюю дистанцию С хайвэя Прочекал За кладом Никого нет На токсике Возле трактора Тоже никого нет Ну и вот Я просто хочу вслушаться Услышит он Даже правое ухо нет Да все слышит Слышит своего оппонента И похоже что минус рибери Тара 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 Аааа Факинг щет Боже что он вытаскивает Хиджи уже поверил В забор этого раунда Он прекрасно знал Что против него АВП Он будет скорее всего Мансить его на пистолете Вышел на уверенности Но чувак Лучше бы у тебя скаут был Боже Минус раунд Такой важный раунд Для своей команды Хиджи отдает В дуэли Один на один И в первый раз Тиммейту не хелпанул Не прошил Это просто фейл Если фэнтези гейминг Эту карту проигрывает Сходу можно убедиться В этом раунде И в исходе этой карты Именно Хиджи Да сколько прекрасных мулов Да он на первом месте Но Такой клатч На изях Нужно было брать Рибери не знал Где Хиджи Он топал Он шел на пистолете Выйди Сядь Зажми Все Нет Какой-то мансами Какую-то шару Просто-напросто Хиджи поймал Но Будут бороться Какие маты Да это не маты Забей Я тебе больше Скажу Что Англоязычные Комментаторы На своих Даже на мейджор Турнирах То есть Ну ничего такого Наши слова На букву С На букву В Употребляют Для них это тоже не мат То есть мат на Иностранном языке Не является полноценным Матом В той трансляции Да Где язык другой Родной Ну такое Ну что-то вроде Курва Да Так ладно Тем временем У нас кстати Одуплились В общем Как-то Вселил злость Похоже Что фэнтези гейминг Предыдущий раунд И они На пистолетах Но тем не менее Тринадцатый для себя Забирает Двадцать седьмой раунд У нас по счету Будет на очереди Теперь уже Точно такая же Плачевная Как в предыдущем раунде Была у контров Ситуация в мазинг пикс Скорее Вот вангу И на бэпы бегут Нет Не Они что-то поняли Что с точкой А теперь творится Неладно Бегут именно туда Го пипсон На третью карту Не Спасибо Разгром Просто Похоронки Выслали Всем Причем Лично в руки 14-13 Два шага Фэнтези гейминг До третьей карты Если Напоминаю Мазинг пикс Эту карту Все-таки выиграют А это Еще раз Напоминаю Их пик То они Станут обладателями 2000 рублей Призового фонда За первое место Ну а Фэнтези гейминг 1000 рублей Ну там Выйдет 1950 и У нас сегодня Семь команд Было В последний момент Восьмая Слетела Вот Ну а Если Фэнтези гейминг Сделают Самые сложные Два шага То мы С вами Еще Даст 2 Посмотрим Такие Вот Пироги Я бы Честно Хотел Просто Хочу Мне Нравится Это Противостояние Но У нас Полночь Кстати Друзья Поздравляю 17 Марта Четверг На русскоязычных Серверах Онлайн игр Обновляются Ежедневные Миссии Задроты Могут Зацепить Кусочек Еще Ночи Уполнять Самые Миссии Ну а у нас Подъем с переворотом На карте Кэш Тем временем И 4 в 4 Ситуация Разменялись Опенами И та И другая Команда Ну кстати Смотрите Кто этот раунд Проигрывает Тот скорее всего Проигрывает Карту То есть Денег нет Ни тех Ни у других В нулину Скупились И те И другие То есть Борьба Идет Абсолютно На то И никого Да Разменчик Очередной На миду Куда ты Лез Непонятный Ицмай Кстати Я не знаю Вот Ицмай Это Ну езжет Такой чувак Бенери Драгонс Если я Ничего Не путаю Вряд ли Это он Хотя Бог его знает Ладно 2 в 2 2 в 2 Запустили Одного На плент И будут Его сейчас Гонять За мишенью Догнали До счета 15-13 Все таки Фэнтези Гейминг Берут 15-е И смотрите На деньги Тут Как бы Печаль Печаль Для Амазинг Пикс На их же Пике Где случился Провал В концовке Вот где Случился Провал Когда они Взяли Раунд И потом Сразу же Отдали То есть Тут уже Просто-напросто Не хватает Им Доиграть Эту карту На девайс Фасетки На точку Б С разменом 2 в 1 У нас Просто падает Сервер Это значит Что 16-13 Закончилась Карта У нас Демка Завершилась Я всех Друзья Поздравляю Мы с вами Ходим На небольшенькую Паузу После чего Ожидаем Третью И заключительную На сегодня Карту Даст В нашем Финале Третьего По счету Уже Фаскап От Фуриус Флайс Сириас При поддержке Замечательной Релетки CSWin.win И Сегодня Нашим партнером Также является Релетка CSGolow.com 5-10 минут Паузы И третья Карта А, кстати 2-3 минуты Паузы И калаш Мы сейчас Разыграем Продолжение следует...